Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем следующем вебинаре. Как хорошо меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если видите и слышите меня нормально. Прекрасно. Ну что ж, коллеги, у нас сегодня очередной вебинар из серии вебинаров издателей, издателей-партнеров компании Директ Медиа. И прежде чем предоставить слово спикеру нашего сегодняшнего вебинара, я, как всегда, хотел бы сделать два-три вступительных слова. Не обижайтесь те, кто часто ходит, да, но я буду их постоянно повторять для тех, кто ходит на наши вебинары не часто или впервые. Итак, в самом начале чата находятся две важные ссылки. Первая из них – это ссылка на наш сайт, сайт Директ Академии с расписанием вебинаров на весь год, учебный год, 2017-2018 до июня 2018 года. Можно зарегистрироваться на любой из вебинаров в этот период. И можно просмотреть записи всех вебинаров, которые уже выложены на наш учебный портал на YouTube. Ну и, собственно, этот вебинар тоже записывается и будет выложен на этот учебный портал на YouTube. Вторая ссылка как раз ведет непосредственно на YouTube, на наш канал, на который вы можете тоже подписаться, чтобы не пропускать всех новинок. Я хотел бы вам представить наш следующий вебинар. Следующий вебинар будет проходить завтра, тоже в 12 часов. И вебинар этот будет вести Иван Засурский, известный в интернете, не буду называть всех его регалий, они там на три строки. Да, ну очень известный человек, который занимается проблемами открытого контента, открытых публикаций, завкафедры МГУ и так далее. Обещает быть очень интересной лекцией, хотя у него такой интересный вебинар, хотя у него такое достаточно сухое название «Открытая публикация выпускных квалификационных работ». Я думаю, что нашим вузовским коллегам, которые нас слушают, это будет очень интересно. Да, ну и перед тем, как, собственно, объявить Кирилла, я хотел бы дать ссылку на сайт издательства «Инфроинженерия». Вот прямо сейчас в чате эту ссылку вы увидите. Все присутствующие здесь получат бесплатные электронные именные сертификаты, они придут через некоторое время после проведения вебинаров, может быть, пару дней, где-то так. Ну что ж, коллеги, я свои вступительные слова сказал, а теперь я представляю Кирилла Николаевича Уварова и даю ему слово для проведения сегодняшнего вебинара. Спасибо. Всем день добрый. Как меня слышно? Поставьте плюсик. Сегодня будет рассказано, чем книги издательства «Инфроинженерия» непосредственно полезны для вузов. Я бы выделил те позиции, которые нужно обязательно иметь в библиотеке, которые, по моему мнению, необходимы будущим инженерам, преподавателям и молодым ученым. Мы, как издательство, работаем с 2008 года, с года мирового кризиса, можно так сказать. Начали мы работать с нефтегазовых книг, потом стали делать книги по строительству и автоматизации. Потом перешли на более широкий спектр – это энергетика, машиностроение, автомобильная техника и даже деловая литература. По некоторым направлениям у нас выпущен ряд фундаментальных изданий. Но основная специализация осталась прежней. Это книги для инженеров, мастеров, преподавателей, студентов технических вузов. Так, ну давайте начнем. 2017 год – ни для кого не секрет, что это год экологии. Наша экологическая ситуация в нашей стране. Она всем известна. Тема наболевшая. И вот немножко об обстановке я бы хотел сделать введение. Современно ускоренная деградация природной среды – это результат развития урбанизации. Резкого расширения масштаба в хозяйстве и деятельности человечества, его потребительского и наполевательского отношения к природе, загрязнения, засорения, истощения всех ресурсов не только снижают качество нашей жизни, но и угрожают жизни как таковой. Постоянно техногенное воздействие от отходов, производства и жизнедеятельности на окружающую среду существа снижают качество атмосферного воздуха, питьевой воды и продуктов питания, потребляемых человеком, а также условий обитания животного мира и растительности. Современное состояние экосферы представляет собой значительную опасность для всего человечества, биосферы и техносферы Земли. Так вот, мне хочется отметить ситуацию в нашей стране. Наша страна – одна из самых загрязненных в экологическом соотношении стран на планете. Россия занимает третье место в мире по вредным выбросам после США и Китая. И 74 место среди стран мира по экологической чистоте. Есть к чему стремиться. Более 100 миллионов россиян проживают в экологически неблагоприятных условиях. По оценкам экспертов, на 15% территории Российской Федерации состояние окружающей среды не соответствует нормам, которые обеспечивали бы должный уровень безопасности людей. На встрече президиума Госсовета России наш президент Путин заявил, что до 15% регионов России находятся в критическом или около критическом состоянии в том, что касается экологии. Неблагоприятная экологическая ситуация в России становится препятствием на пути устойчивого социально-экономического развития. Основной причиной загрязнения городов и окружающей природной среды – это выбросы промышленных предприятий и автотранспорта. Это свалки, полигоны, бытовых и промышленных отходов. В связи с возобновлением работы промышленности, начиная с 2000 года, произошло заметное ухудшение состояния воздушного бассейна страны. В 2000 году зафиксирован рост валовых выбросов более чем на 1 млн тонн, что на 5,5% больше, чем в 1999 году. И этот рост, скажем, года продолжается. Согласно оценкам специалистов, сегодня уровень загрязнения воздуха в 69 городах страны признан очень высоким. В некоторых из них предельно допустима концентрация опасных веществ была превышена в 40-45 раз. Ужасные цифры. В атмосферу ежегодно поступают 800 млн тонн пыли, 200 млн тонн соединения серы и 100-150 млн тонн оксидов азота. В год на каждого жителя приходится в среднем до 400 кг выбросов в атмосферу. В связи со значительным увеличением автомобильного парка постоянно возрастает его вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Доля загрязнения от автотранспорта составляет 46% от всего общего выброса. В результате техногенной деятельности многие водоемы нашей страны загрязнены. Причем уровень загрязненности по отдельным ингредиентам превышает допустимый в 10 раз и более. Непростая ситуация в сфере очистки источных вод. Лишь 13% из них подвергаются нормативной очистке, остальное поступает напрямую в водоему. Две третьих водных источников в России непригодны для питья. Многие реки превращены в сточные канавы. Основные реки оцениваются как загрязненные, а местами грязные или очень грязные. Огромное беспокойство ученых-экологов и общественности вызывает возрастающее загрязнение почвы. Процессы, происходящие в России в настоящее время, приводят к резкому росту количества и разнообразия бытовых отходов. Понимаете, свалки, все такое. В настоящее время в России ежегодно образуется около 150 миллионов кубов твердых бытовых отходов. Сегодня в России накоплено около 100 миллиардов тонн, или полтриллионов кубометров, бытовых и производственных отходов, которые занимают порядка 4 миллионов гектар. В докладе «Что делать с мусором в России?» недавно опубликованным Greenpeace содержатся следующие цифры. Только 4% мусора в России перерабатывается, еще 2% сжигается. Остальные 94 гниют на полигонах и на свалках. В докладе счетной палаты всего в России на 2015 год было устроено более 1000 полигонов твердых бытовых отходов и около 15 тысяч санкционированных и 17 тысяч несанкционированных свалок, а также около 13 тысяч несанкционированных мест размещения отходов. Наш президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, призвал активнее заняться утилизацией накопленных в России отходов. Масштаб предполагаемых изменений в системе обращения с отходами потребует громадных инвестиций. Международная финансовая корпорация IFC оценивает затраты на увеличение уровня переработки отходов в 7 до 40%, в астрономическом 43 миллиарда евро. Экологическая ситуация в России требует скорейшего вмешательства. Внедрение малоотходных и энергоэффективных технологий на всех уровнях, от частных домовладений до крупных промышленных предприятий. Это приоритетная задача, которая желать решена в ближайшие годы. И как я считаю, что каждый житель нашей страны должен участвовать в изменении экологической ситуации. Вот и поэтому издательство «Инфраинженерия» решило в годы экологии выпустить целую серию книг, которые будут способствовать решению экологических трудностей в нашей стране. Так, значит, начнем с серии книг, называется «Инженерная экология для бакалавриата». Почетного работника профессионального образования Российской Федерации, профессора и академика Международной Академии наук экологии и безопасности Витошкина Александра Григорьевича. Так, ну, я сейчас вам начну перечислять книги и показывать на картинке. Вот, значит, первая книга «Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов». Так, вторая книга «Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов». Схоже название. Третья. «Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых выбросов». Четвертая. «Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод». Так, пятая. «Основы инженерной защиты окружающей среды». В общем, объем в страницах вот этих всех изданий, если перевести на формат стандартный А5, это почти три с половиной тысячи страниц. Вы сами понимаете, что это огромный труд автора. Ну, автор этот известен, он издается и в других издательствах. Ну, больше всего книг получилось в нашем издательстве. Так, и вот еще буквально пару месяцев назад у нас вышла еще одна его книга. Вот, двухтомник. Называется «Нормативное техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности». Значит, объемом 1400 страниц. Ну, вот видите, что объем просто беспрецедентен. Так, давайте конкретно по этим книгам. Значит, основное отличие и конкурентное преимущество книг этой серии от других подобных изданий, их практическая направленность в области методологии преподавания дисциплин, прикладной инженерной экологии, ее технического обеспечения и оснащения для реализации защиты окружающей среды. В отличие от существующих в настоящее время учебных изданий, в книгах этого автора представлены примеры конкретного решения задач обеспечения экологической и промышленной безопасности. Книги данной серии формируют у студента цельное и гармоническое представление о современном состоянии и перспективах развития инженерной экологии. Одной из важнейших составляющих отраслей экономики для обеспечения устойчивого развития и жизнедеятельности человека как субъекта природы, неразрывно связанного с окружающей средой. Книги предназначены в первую очередь студентам направления подготовки бакалавров экологического и инженерно-технического профилей при выполнении домашних практических заданий, контрольных и курсовых работ для подготовки и выполнения выпускных квалификационных работ, а также для методического оснащения преподавателей инженерной экологии и технических дисциплин. Практическая направленность этих книг позволяет успешно реализовать основные компетенции при подготовке бакалавров экологов и специалистов инженерного профиля. Кроме того, книги этой серии могут быть с успехом использованы при подготовке магистрантов и аспирантов экологического и инженерно-технического профилей. Так, вот еще, значит, это то, что касается книг Витошкина. Вот у нас еще есть одна книга «Физико-химические процессы в техносфере». Так, тут два автора, тоже известные. Значит, данная книга соответствует всем требованиям ГОС, высшего образования, по направлению подготовки техносферной безопасности и природного обустройства. Давайте немножко о книге. Современный уровень взаимодействия человека с окружающей средой в количественном и качественном отношении неизберимо выше, чем в 19-м и первой половине 20-х веков. В последние столетия, в связи с возросшим масштабом воздействия человека на окружающую среду и созданием новой среды питания техносферы со значительно возросшим количеством загрязняющих веществ от антропогенного происхождения поднимается вопрос о сохранении жизненно необходимых свойств биосферы. Изменения природной среды, вызванные антропогенным вмешательством человека, отличаются высокими скоростями. Особенно заметны изменения в состоянии атмосферы и климата в целом Знания натурных, физико-химических процессов, протекающих в биосфере и процессов с участием антропогенных компонентов в техносфере в соотношении их скоростей, необходимы для обеспечения безопасности человека, окружающей его среды и в нашей планете в целом. В технологических процессах образуется и выделяется в среду обитание многих химических веществ, которые претерпевают физико-химические изменения, приводящие к появлению более токсичных веществ, к коррозии технологического оборудования и возникновению аварийных нештатных ситуаций. Специалист по техносферной безопасности должен иметь представление о возможности в физико-химических процессах в атмосфере, в материалах, обращаемых в технологических процессах, а также знать суть физико-химических методов исследования веществ. Современному специалисту по направлению подготовки техносферной безопасности необходимо уметь предвидеть последствия внедрения новых технологий, Знать особенности поведения различных химических соединений в техносфере Формирование у специалистов целостного представления о современном состоянии и процессах в техносфере Явления в процессах химического взаимодействия загрязнителей с компонентами окружающей среды Выполняет одна из базовых дисциплин Физико-химические процессы в техносфере Представляемое учебное пособие обеспечивает подготовку квалифицированных кадров Освоение обучающимися соответствующих профессиональных навыков Позволяющих им осознать проблемы мирового загрязнения Ориентироваться в сложных процессах, протекающих в техносфере И прогнозировать развитие негативной ситуации в среде обитания, вызванной переносом загрязнителей Данное учебное пособие содержит два раздела В первом разделе 5 глав изложены имеющиеся основные сведения о физико-химических процессах, протекающих в атмосфере Гидросфере и литосфере Об источниках истоках природных и антропогенных химических компонентах Процессах их взаимодействия и последствий трансформации Особое внимание уделено проблемам глобального изменения климата Причинам возникновения глобальных экологических проблем и их последствиям Парниковому эффекту, кислотным дождям, озоновой дыре Большое внимание уделено уникальному источнику пресной воды, озеру Байкал Кратко представлены сведения о взаимодействии компонентов биосферы И трансконтинентальной миграции химических загрязнителей в техносфере Во втором разделе представлены практические работы для всех составляющих биосферы Способствующие освоению и углублению теоретического материала Настоящее учебное пособие отличается наличием практических работ, контрольных вопросов Обширного раздела по значимости, особенностям, современным экологическим проблемам озера Байкал Раздела о кинетике реакции и фотохимических процессах Данное учебное пособие хорошо иллюстрировано Оно предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по профилям подготовки Безопасность жизнедеятельности в техносфере, безопасность технологических процессов и производств Охрана природной среды и ресурсов сбережения И может быть полезна при освоении дисциплин по экологии и природопользованию Так, вот еще у нас одна новая книга Ну не так подробно, не будем говорить Оценка воздействия на окружающую среду Экологическая экспертиза инженерных проектов Авторы Василенко, Свергузова Значит, данная книга адресована обучающимся по направлению подготовки Техносферная безопасность, природообустройство и водопользование Энерго и ресурсов сберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Экология и природопользование специалистам в области экологического проектирования и экспертизы Так, давайте сейчас поговорим о наболевшем О твердых, опять, коммунальных отходах Вот у нас вышла тоже новая книга Ректора Вологодского технического университета Соколова Леонида Ивановича Так, значит, книга чем интересна? Это не учебное пособие, это монография Значит, наши авторы, авторский коллектив Ездили в Германию И осваивали их технологии Утилизации твердых бытовых отходов Ну вот весь этот опыт Очень подробно расписан и хорошо иллюстрирован Думаю, всем будет любопытно почитать Как в Европе с данной проблемой справляется Так, далее, вот еще есть книги Ну, коротко просто название скажу Значит, все этого года, 17-го Улучшение качества природных вод Эксплуатации и мониторинг систем сооружений Так, и приборы и средства контроля за природной средой Так, и вот еще у нас есть две монографии По экологии Тема актуальна очень Это очистка эмульсионных источных вод машиностроений И переработка и утилизация нефтесодержащих отходов Так, вот это то, что касается у нас экологии Сейчас можно поговорить о машиностроении Так, машиностроение Значит, то, что касается машиностроения Вот у нас есть автор Очень известный Пищенко Владимир Николаевич Так, вот он сделал книгу Справочный конструктор Это уже, правда, второе издание Дополненное, переработанное Ну, вот она у нас В нашем издательстве она самая популярная Самая фундаментальная Вот я даже ее могу вживую показать Вот он, двухтомник Большого формата Очень большого объема Вот, значит, справочник конструктора Это предназначен для инженеров, техников, конструкторов Студентов машиностроительных специальностей Технических вузов и учащихся в профессиональных технических училищ Книги содержат справочный материал На конструктивные элементы Детали механизмов и машин И методический материал По их применению Этот материал предназначается В основном для молодых и начинающих конструкторов Приступивших к освоению Искусства конструирования Механизмов и машин Которые так необходимы Для удовлетворения потребностей Человеческого общества Значит, при составлении данного справочника Были учтения и требования Изложены в Федеральном государственном стандарте Среднепрофессионального образования По профессии Чертежный конструктор Который утвержден приказом МИРОБР Номер 825 От 2 августа 2013 года Значит, что бы я хотел подчеркнуть Значит, книга универсальная Значит, ее можно использовать Как учебный материал И для конструкторов Как справочник В общем, большой объем Практическая направленность Ну, даже по объему видно Что труд колоссальный Также на книгу есть хорошие отзывы Специалистов Вот кто из конструкторов у нас покупал Всех отзывы положительные Вот такие книги, я считаю, должны быть В каждой библиотеке Хотя бы одному экземпляру Или оформить на нее подписку В Директ Медиа Считаю, нужно обязательно Так, вот, значит, то, что касается Машиностроения Вот еще у нас книга Этого же автора Сейчас ее открою Вот, токарная обработка Токарная обработка Токарная обработка Это уже седьмое издание Первая книга вышла По-моему, в 88-м году Так, и что интересно Книга вышла в свет на английском И монгольском языках Потом еще была переведена на испанский Видите, что Книга популярная Вот и мы ее в этом семнадцатом году Тоже переиздали Так, ну, давайте коротко о ней скажу Значит, в книге приведены Основные сведения о работах Уполняемых на токарно-винторезных станках Обрабатываемых материалах Основных вспомогательных инструментах О типах устройств и наладке Токарных станков в различном назначении Описаны конструкции токарных станков Различного назначения Технологические процессы Обработки деталей Различной конфигурации С их помощью Метод обеспечения точности Производителей с обработки деталей Это кара станка Которая качество обработанных деталей Давайте тут аннотацию Я уже не буду зачитывать Книга предназначена Для начального и среднего профессионального образования В специальных учебных заведениях Для молодых рабочих Совершенствующих свое мастерство Работы на станках И на машиностроительном производстве Так, ну вот Еще могу добавить У нас три книги У нее не такие новые У нее не такие новые У нее 13-го года Но если мы хотим взять Машиностроения Они должны визуально присутствовать Да, в подписке или где-то Значит, слесарное дело В трех книгах Тоже большой объем Значит, книга 1 Слесарные работы при изготовлении Ремонте машин Книга 2 Механическая обработка деталей на станках И книга 3 Сборка производства и машин В общем, предназначены для учащихся Профессионально-технических учебных заведений Студентов Машиностроительных специальностей Технических вузов Значит, могут быть использованы При подготовке Рабочих на производстве В общем, смотрите Суммарный объем Книг Фещенко Более трех с половиной тысяч страниц Тоже огромный труд Я считаю, что вот Машиностроение, да Вот данные работы Закрывает Не полностью Для среднего профессионального образования Не знаю Процентов на 80 Ну вот еще можно как отметить Что книги Токарная обработка Справащих конструкций То есть специальное дело По содержанию Является Единым учебным комплексом В эти книги Приден весь процесс работ На примере металлорежущих станков От замысла Конструкции одной машины Или семейства подобных машин Одного назначения Но различной мощности Их проектирование Изготовление И введение машин в эксплуатацию А также проведение Комплекса необходимых работ Связанных с техническим Обслуживанием Ремонта машин И их механизмов Основным фактором Объединяющих эти книги Является необходимость На всех этапах Создание машин и механизмов Это при проектировании Изготовлении Эксплуатации Ремонте Соблюдение Обеспечения И выполнения Требования Государственных стандартов России Которые в настоящее время Унифицированы С международными стандартами ИСОМ МЭК И другие Так Что у нас еще дальше Так Вот еще книга Вот уже идет Монография Она тоже имеет отношение К машиностроению Вот такая Любопытная Очень вещь Что называется Летательные подводные аппараты С машущими движителями Как я понимаю Сейчас вот идет Бум Беспилотные Летательные аппараты Наша страна Тратит много ресурсов На разработки И вот У нас попалась книга Где автор пытается Совместить Преимущества Самолета И вертолета Давайте сейчас подробнее О нем Расскажем Современные Современные Транспортные средства Воздушные Наземные И морские Достигли Высокой степени Совершенства В то же время Живые организмы Аэро И гидробионты Остаются для ученых И изобретателей Объектами Для глубоких И теоретических И экспериментальных Исследований Объясняется это В том числе и тем Что в авиации В последние два десятилетия Произошлись Существенные изменения Появились Беспилотные Летательные аппараты Размеры которых Соизмеримы С размерами Аэробионтов Несмотря на Многократные попытки Не созданы Еще Но до сих пор Летательные аппараты Удача Сочетающие Достоинства Вертолета И самолета Экономичные С вертикальным Взлетом И посадкой Была бы Маневренность Большая дальность И скорость полета Поэтому В настоящее время При эксплуатации Беспилотных Летающих аппаратов Используются Катапульты Для старта И парашюты Для приземления Летательных аппаратов Поскольку Задача По повышению Маневренности Беспилотных Летательных аппаратов Не решена Ни с помощью Воздушного винта Ни с помощью Реактивного двигателя Остается Еще одна Возможность Для решения Ее установки На летательные аппараты Быстромашущих Движителей Аналогами которых Могут стать Природные объекты Существует Также задача Патрулирования Обширных Морских территорий С помощью Экономичных Беспилотных Подводных аппаратов В связи с этим Актуальное изучение Принципов действия Машущих движителей Природных аналогов Для использования Их В технических Устройствах Цель проведенных Исследований Заключается В решении Научной задачи Раскрытие Сущности Физических Аэродинамических И механических Процессов Характеризующих Принципы действия Движителей Природных аналогов Для использования Их в движителях Летательных И подводных Аппаратов Различного назначения В качестве Природных аналогов Для проведения Исследований Выбраны Аэробионты Это Быстромашущие Насекомые Из отрядов Перепончатокрылых И двухкрылых Например Пчелы Осы Мухи Комары И гидробионты Это рыбы Китообразные Пингвины При изучении Принципов действия Вижителей Перспективных Аппаратов Рассматриваются Вопросы Связанные С аэрогидродинамическими Процессами И с кинематикой Крыльев И плавников В результате Экспериментально Разработаны Физические модели Выхревых течений Благодаря которым Создается Тяга И подъемная сила А также Методики Расчета Этих параметров Сформулирован Новый раздел Прикладной Биологической Науки Аэрогидродинамика Отрывных Викторовых Течений Возникающих Около Крыльев И плавников При их Ускоренном Перемещении На закритических Углах Атаки В упальсном Режиме В данной Монографии Рассматриваются Вопросы Связанные С механикой Машущих Движителей Разработаны Испытаны Действующие Технические Модели Технические Облики Аппаратов Ветряные И водные Двигатели На все Эти модели Получены Авторские Свидетельства Патенты Разработаны Также Технические Облики Перспективных Аппаратов Летательного Аппарата Энтомоптер И подводных Судов Монографии Представлены Сведения О впервые Опубликуемых Оригинальных Машущих Водо- и Ветродвигателях Отличающихся От традиционных Простотой Конструкции На них Получены Патенты На полезные Модели Номера Патентов Можно сказать Рассмотренные Модели Были Два Экспонированные На престижном Международном Салоне Изобретений И инновационных Технологий Архимед Получены Награды Золотая И бронзовая Медали Также По этой Теме Зачена Диссертация На тему Научно-методический Аппарат Моделирования Быстромашущего Движителя Перспективных Летательных Аппаратов Полученные Результаты Могут быть Использованы При разработке И проведении Оценочных Расчетов Например Предлагаемый Автором Дистанционно-пилотированного Летательного Летательного аппарата Энтомоптер А также Подводных Судов Смажущими Движителями Книга Предназначена Для специалистов В технических Властях Науки И техники Ученых Преподавателей Студентов Технических Вузов Изобретателей Летательных Подводных Аппаратов Смажущими Движителями Тема Узкая Но я считаю Что Интересно Особенно Молодым Конструкторам Студентам В плане Изобретений Давайте Посмотрим Что у нас Дальше Есть Давайте Перейдем Сейчас Тоже На болезшие Темы Это Наши Дороги Справочник В помощь Специалисту Дорожнику Студенту По специальности Автомобильной Дороги Справочник Дорожного Мастера Строительства Эксплуатация И ремонт Автомобильных Дорог Под редакцией Заслуженного Работника Высшей Школы Профессора Сергея Григорьевича Цупикова Книга Тоже Большая По объему Порядка 965 Страниц С приложениями Давайте Сейчас Подробно О ней Поговорим Справочник Дорожного Мастера Строительства Эксплуатации Ремонта Автомобильных Дорог В нем На высоконаучно Методическом Уровне Изложены Вопросы По возведению Земельного Полотна Нескальных Грунтах А также В сложных Условиях В горной Местности При прохождении Трассы Через болото В зимних Условиях И в районе Вечной Мерзлоты В нем Даны рекомендации По планировке И укреплению Земляного Полотна Значительное Внимание Уделено Строительству Водоотводных Устройств И сооружений И сооружений Для строительства Одного километра Автомобильной Дороги Третьей Технической Категории Третья Техническая Категория Это Обычная Двухполосная Дорога Это не Автобан Никой Не скоростная Четырехполосная Например С асфальтобетонным Покрытием В среднем Требуется Четыре с половиной Тысячи Кубов Песка Две с половиной Тысячи Кубов Щебня Сто тонн Минерального Порошка И девяносто Тонн Битума В процессе Строительства Эксплуатации Специалисту Дорожнику Приходится решать Задачи Связанные С дорожно Строительными Материалами Начиная С их приемки И контроля Качества И заканчивая Умением Организовать Их правильную Переработку Хранение И использование Для оценки Качества Исходных Материалов Приготовления Полуфабрикатов Асфальтно И цементно Бетонной Смеси И изделий В справочнике Уделено Значительное место Основам Дорожно-строительных Материалов И производственным Предприятиям Дорожного Хозяйства В разделе Производственные Предприятия Дорожного Хозяйства Карьеры Нерудных Материалов Базы Битумных И эмульсионных Материалов Заводы Для приготовления Асфальтобетонных И цементно-бетонных Смесей Заводов Железобетонных Изложены Основы Проектирования Производственных Предприятий Технологии Переработки Материалов И приготовления Готовой Продукции В своей Производственной Деятельности Специалист Дорожник Строит Различного Типа Транспортные Сооружения Учитывая Это В справочнике Изложена Технология Выполнения Дорожно-строительных Работ Контроль Качества В процессе Строительства И готового Покрытия Подробно Рассмотрена Технология Строительства Дополнительного Слоя Основания Гравийных И щебеночных Оснований И покрытий Оснований Из грунтов И малопрочных Каменных Материалов Укрепленных Вяжущими Материалами Особое Место В справочнике Уделено Строительству Покрытий Из горячих Холодных Щебеночно-мастичных И литых Асфальтобетонных Смесей При проектировании Дорожных Одежд Автомагистралей Бетон Как один из Возможных Вариантов Для строительства Покрытия В настоящее время Практически Не рассматривают Ссылаясь В частности На технологическую Отсталость Отечественных Дорожно-строительных Организаций Не способных Обеспечить Необходимое Качество работ А также На технические Сложности Ремонта Цементобетонных Покрытий Однако Анализ Использования Цементобетона В России И за рубежом Показывает Широкие Возможности Строительства Таких покрытий При использовании Современной Техники И технологии Строительство Цементобетонных Покрытий Комплектов Машин Со скользящей Палубкой Изложено В главе 8.6 Является Этому Подтверждением Так Вот значит Дороги И цементобетона Наверное Вы знаете Что Строятся На западе В основном Германии Ну У нас Они Не так Часто Применяются Из-за Этого Они Не такие Прочные И приходится Там Чуть не Каждый Год Латать Дыры Ну Все Вы Это Видите Сами Автомобильная Дорога Тесно Связана С окружающей Средой Поэтому Справщики Свечены Вопросы Связанные С влиянием Экологических Факторов На здоровье Человека Изложена Оценка Уровня Загрязнения Почв Атмосферного Воздуха Уровня Шумового Воздействия Автотранспорта Даны Рекомендации По сохранению Плодородия Почв И рекультивации Земли С каждым Годом Повышается Требование К ремонту И содержанию Автобильных Дорог Поэтому Справщики Дорожного Мастера Подробно Изложены Принципы Содержания Автобильных Дорог Весной Летом Осенью И зимой А также Рассмотрен Ремонт Водоотводных И обстановки Дороги Обстановка Дороги Это Дорожные Знаки Ограждения Направляющие Устройства Другое Так вот После первого Издания Справочника Дорожного Мастера Прошел 12 лет Возникла Необходимость Его переиздания В связи С внедрением Новой техники Технологии В дорожном Строительстве И вот Во втором Издании В разделе Тенденции Развития Дорожной Отрасли Изложен Состав Смеси Требования К материалам И технологии Строительства Покрытий И щебеночной Мастичной Асфальтобетонной Смеси Описана Технология Одновременной Укладки Двух Слоев Покрытия Асфальтоукладчиком Компакт Асфальт В разделе Ремонт И содержание Автомобильных Дорог Приведены Новые Рекомендации Связанные С ремонтом Земляного Полотна Системой Водоотвода Усилением Дорожных Одежд Подробно Изложена Регенерация Конструктивных Слоев Нежестких Дорожных Одежд Также Справочники Полно И правильно Использована Имеющаяся Литература Освещающая Отечественный И зарубежный Опыт Данной Области Достаточно Места Уделено Справочной Информации Требования Предъявляемых Дорожным Стретительным Материалом Асфальтобетонным И цементно-бетонным Смесям Грунтам Подлежащим Укреплению Вяжущими Материалами Приведены Технические Характеристики Дорожных Машин Оборудования И другое Справочник Хорошо Иллюстрирован Что способствует Лучшему Усвоению Теоретического Материала Справочник Дорожного Мастера Предназначен Для студентов Специальности Автомобильной Дороги И для специалистов Занятых Строительством Реконструкцией Эксплуатацией И ремонтом Автомобильных Дорог До выхода В свет Настоящего Справочника В России Издавались Только Справочники Инженеродорожника Освещающие Определенный Круг вопросов Ремонт И содержание Автомобильных Дорог Последние Выпуски Это Справочника Инженеродорожника Это был 1989 год, и не только устарели, но и каждый из них охватывает весь сперечный вопрос, который решает дорожный мастер. Научно обоснованное доходчивое изложение материалов справочники дорожного мастера позволяет молодому специалисту, занятому строительством, реконструкцией, эксплуатацией, ремонт автомобильных дорог принимать правильное решение при выполнении производственных задач. А студентам в процессе подготовки к экзаменам по дисциплинам технологии эксплуатации автомобильных дорог, дорожно-строительные материалы, производственная база дорожного хозяйства получают только высокие оценки. Так, смотрите, к справочнику дорожного мастера я бы еще мог рекомендовать одну книгу. Англо-русский, сейчас я открою, нет ее, нет. Англо-русский словарь дорожника. Я считаю, что он был незаслуженно обделен вниманием библиотек. Молодые специалисты все больше работают с иностранной литературой, технической документацией на английском языке. Практически вся дорожная строительная техника у нас импортного производства. Поэтому я считаю, что каждая научно-техническая библиотека должна иметь хотя бы по одному экземпляру донос словаря. Ну ладно, давайте дальше. Еще очень любопытная книга «Дороги мира. История и современность». Думаю, будет интересно почитать всем, не только специалистам. Автор Иванов Игорь Алексеевич, доктор технических наук, Академик Реа, автор 30 изобретений, заслуженный изобретатель Российской Федерации. По дорогам. Дороги – это артерии государства. По ним происходит перемещение людей, товаров. Чем сильнее развита экономика, тем больше нужда в дорогах. Их должно быть много, и они должны быть хорошего качества. С другой стороны, что может быть интереснее дороги? Мы прежде всего видим ямы, выбоины. Если дорога плохая, и красоты окружающего мира, если дорога хорошая. Большинству из нас не интересно, как сделана дорога. Но это кажется любопытно, познавательно, как история дорог, каким образом их делали в древности, в средние века, в 20 веке. Когда и как дороги стали строиться массово, как ездили или ходили по ним люди, чем отличались дороги в разных странах и в разный исторический период. Книга «Дороги мира. История и современность» может быть полезна не только с точки зрения популяризации технических профессий, инженерных специальностей, но и истории географии, страноведения. Она адресована не только тем, кто трудится в дорожно-строительной отрасли, но и широкому кругу читателей. Особенность книги заключается в том, что отправной точкой для исследования истории дорог автором выбран тезис о важнейшем значении дорог для развития человеческого общества, их важной роли в развитии цивилизации. Ведь именно с первого пути, первой тропы, ведущей за пределы привычной среды обитания, началось движение человека на встречу всему новому и неизведанному. Движение его мыслей, сближение взаимовлияния народов, культур и цивилизаций на планете, экономическая и промышленная революция. В этом непрерывном историческом процессе автор предлагает читателю увидеть истоки современных глобальных тенденций в мире. Книга дает возможность читателю ознакомиться с принципами строительства дорог и с особенностями сухопутных дорожных сообщений. Древнего Рима, доколумбовских цивилизаций, Центральной Южной Америки, Средневекового государства Азии и Северной Америки. Издание насыщено редкими сведениями, историческими фактами из данной области исследования, различными картами, богатыми архивными и иллюстрированными материалами. Основываться на большом количестве литературных источников разных стран мира по тематике книги. Книга о дороге мира, истории и современности будет интересна самым разным категориям читательской аудитории. От специалистов дорожной отрасли, студентов профильных вузов до людей, неравнодушных к истории, географии, даже политэкономии и страноведению. Так, вот то, что касается у нас дорог. Так, вот еще у нас интересная есть новинка. Так, о ней коротко. Называется «Строительное материаловедение. Русско-английский справочник». Такого рода книг еще, по-моему, не выходило. Значит, она чем интересна? Приведен курс «Строительное материаловедение» на русском и английском языке. Значит, идет одна глава на русском, потом идет перевод на английском. Ну, видимо, это будет интересно кафедрам иностранных языков, да, технических вузов. Значит, книга большая по объему. Мы можем ее представить. Вот она, смотрите, как она выглядит. Значит, автор пособия, известный ученый в отрасли строителя материаловедения, автор многих учебников, монографий, справочников, публикованных в различных странах мира. Значит, вот эта книга «Строительное материаловедение. Русско-английский справочник». Направлена на решение наиболее актуальной проблемы высшего образования и повышение качества подготовки специалистов. Современный специалист должен уметь получать необходимую научно-техническую информацию и сотрудничать с коллегами различных стран на языках международного общения и, прежде всего, на английском языке. Решение этой задачи требует подготовки специальных пособий с изложением особенностей профессиональной терминологии. Данная книга – одно из первых билингвальных учебных пособий, предназначенных для студентов и аспирантов строительных и близких к ним технических специальностей. Оно является необходимым и для развития международного технического образования в России. Книга лаконична и доступна на русском и английских языках. Приводятся ответы на основные вопросы курса строительного материаловедения, базового инженера дисциплины. «С учетом современного состояния отрасли и достижения научно-технического прогресса». Так, давайте еще что у нас есть интересного. Так, мобильная связь на пути к 6G. У нас здесь небольшая презентация к этой книге. Я коротко не расскажу. А вот она. Ну, вот ее авторы тоже назвали фундаментальной книгой. Потому что это вот по объему и по новизне аналогов ее нет. Я могу ее предместировать вживую. Чем интересна книга? Значит, дается представление о мобильной связи. Как я понимаю, подобных книг с современной мобильной связью у нас не выходило. Значит, все технологии описываются. Потом авторы заходят немножко вперед. Они даже прогнозируют, какие будут технологии до 2030 года. Так, дальше в книге и экономические показатели обсуждается. Ну, вот то, что будет интересно каким-то коммерческим директорам. Ну, и вот, может быть, кто занимается экономическими специальностями. Значит, вот целевая аудитория книги студенты, научные сотрудники, инженеры, директора компаний. Ну, очень широкий спектр. И вот я бы даже назвал эту книгу, может быть, даже энциклопедия мобильной связи. Уже так много тут всего собрано. Так. Ну, тут предлагается приобрести эту книгу. Вот я хочу отметить, что на данный момент книга есть только у нас в бумаге. В электронном виде нет. Она будет позже. Вот, просто у нас сейчас еще права у авторов не выкуплены. Не выкуплены. Значит, вот еще, что есть в книге для всех потребителей. Значит, идет рассказ о мобильном мошенничестве, как от него обезопаситься. Также вот недобросовестные продавцы, да, вы, наверное, многие встречали в интернете. То, что торгуют телефонами, да. Вот, можно сказать, сомнительного качества. Ну, вот, идут китайские подделки, еще что-то. Вот. То, что касается хакерских атак. Да, вот. У нас ведь многие телефоны привязаны к нашим банковским счетам. И вот эти все вопросы безопасности в данной книге упоминаются. Так. Ну, вот опять. Еще раз подчеркивается, что аналогичных книг нет. Значит, что книга написана простым языком. Так, значит, книгу поддержали, значит, комитет по информатизации связей города Санкт-Петербурга. Видите, положительные рецензии от Российской Академии Наук. Вот даже по книгам вот курс есть, учебный курс, ну, как бы, ведется дисциплины. Все взято из этой книги. Ну, и вот куча разных рецензий. Докторовка Неравна Наук. Так. Ну, что авторы тут предлагают нам? Значит, хотят нам сказать. Значит, все разработки мобильной связи, они у нас ведут иностранного производства, да. Вот, к сожалению, в нашей стране, наша страна от этого отстала очень. И вот данной книгой нам предлагается повысить свою грамотность, да. Может быть, придать импульс к дальнейшему развитию. Ну, опять же, молодым специалистам, ученым. Вот, ну, книга довольно любопытная. Причем, наше издательство ее рекомендует. Так, давайте дальше. Что у нас здесь? Так, вот уже вот и система энергетики. С темы энергетики мы сейчас посмотрим. У нас очень популярная книга, называется «Источники вторичного электропитания». Значит, автор Битюков, доктор технических наук, профессор Московского технологического университета, зав. кафедры. Давайте немножко расскажу, что это такое, да, «Источники вторичного электропитания». Значит, все технические средства, которые окружают человека в домашней обстановке и производственных условиях, и также в поседневной инфраструктуре, содержат источники энергии. Источники энергии, необходимые для нормального функционирования технических средств, делятся на первичные источники энергии и вторичные источники энергии. Значит, первичные источники энергии преобразуют не электрические виды энергии, это механическая, тепловая, ядерная, химическая, солнечная, энергия приливов и так далее, в электрическую. К первичным источникам энергии относятся генераторы, фотоэлектрические преобразователи, фотоэмиссионные преобразователи, термоэлектрические генераторы, химические источники тока, батарейки, аккумуляторы, ядерные преобразователи и так далее Первичные источники энергии в учебнике не рассмотрены, так как представляют собой инерционные, медленно изменяющиеся устройства. Что нельзя сказать о источниках вторичного электропитания, которые выполняют преобразование электрической энергии одного рода тока в электрическую энергию того же или другого рода тока требуемых параметров и качества. Более того, вторичные источники электропитания отражают основные тенденции развития современных наукоемких технологий. Например, источники вторичного электропитания работают с аналоговыми сигналами, а блоки управления реализуются с использованием цифровых технологий. Источники вторичного электропитания в значительной степени определяют эксплуатационные, массогабаритные и энергетические показатели всей системы, а также надежность ее функционирования на всех этапах жизненного цикла. Это обуславливается необходимостью строгого подхода к разработке, проектированию и реализации соответствующих устройств электропреобразовательной техники. Поэтому учебники рассмотрели только источники вторичного электропитания. Конструктивные источники вторичного электропитания представляют собой совокупность различных преобразователей электрической энергии, выполняющих соответствующие преобразования, выпрямление, фильтрация, инвертирование, стабилизация, защита управления, сигнализация и т.д. Источники вторичного электропитания в значительной степени определяют эксплуатационные, массогабаритные и энергетические показатели всей системы, а также надежность ее функционирования на всех этапах жизненного цикла. Это обуславливается необходимостью строгого подхода к разработке, проектированию и реализации соответствующих устройств электропреобразовательной техники. В учебнике рассмотрены основные вопросы физики и схемотехники, управляемых и неуправляемых выпрямителей, преобразователей AC-DC, параметрических линейных и импульсных стабилизаторов, преобразователей DC-DC инверторов, преобразователей DC-AC и являющихся составными блоками источников вторичного электропитания. Значительное внимание учебнике уделено методическим вопросам, экспериментального, аналитического и метрологического исследования, основных характеристик и параметров источников вторичного электропитания. Изложение материала учебника построено так, чтобы у читателя уже на студенческой скамье сформировался профессиональный подход к решению поставленных схемотехнической задачи, результаты которой послужат базой для разработки инженерных проектов, их исследования и подготовки научных результатов, публикации в периодической печати. В учебнике представлены результаты педагогической деятельности авторов Московском технологическом университете по преподаванию дисциплины источники вторичного электропитания и близких к ним дисциплин. Общение авторов с обучающимися в бакалавриате, магистратуре и специалитете позволило отобрать материал учебной дисциплины, который, с одной стороны, позволяет сформировать соответствующие компетенции, а с другой стороны, подготовить читателей к активной научно-исследовательской и конструкторской технологической деятельности. Отличие учебника-источников вторичного электропитания от имеющихся отечественных и зарубежных учебников и учебных пособий состоит в едином физическом и схемотехническом подходе к изложению принципа действия и других вопросов функционирования источников вторичного электропитания. Учебник является существенным современным дополнением как к имеющимся учебникам, так и к методическим указаниям по выполнению лабораторных работ, практических занятий и курсового и дипломного проектирования по тематике схемотехники, аналоговых электронных устройств. Учебник полезен педагогам высшей и средней школы в качестве методического пособия по дисциплине источникам вторичного электропитания и близким инженерам дисциплины, а также смежным дисциплинам и способам их взаимного согласования. При подготовке учебника авторы стремились учесть как тенденции в развитии источников вторичного электропитания, современную компетентную базу и реальность уровня подготовки читателей, так и многообразие технических средств, содержащихся в источниках вторичного электропитания. Поэтому много внимания уделено развитию у читателей физического и схемотехнического мышления и метрологической культуры. Учебник и источники вторичного электропитания содержит материал, излагаемый в ряде дисциплин, например, промышленно-электроника, технологические приборы, метрология и измерения радиоэлектронного, инженерно-физического, инфокоммуникационного, химико-технологического, приборостроительного и других направлений, и специальности подготовки бакалавров, магистров и специалистов в высших учебных заведениях. Так, давайте, что у нас следующее. Ну вот это поинтереснее, наверное, будет всем. Так, вот книга «Интернет-журналистика. Интернет-реклама». Данную книгу, я считаю, что могут тоже читать все. Тема очень интересная. Книга, которая вам сейчас предлагается, является необычным учебным изданием, хотя и учит интернет-журналистика и интернет-реклама. В ней нет заумных теоретических положений и написана простым и доступным языком, вполне понятным для современных молодых людей, и в то же время вполне научным, без каких-либо модных жаргонных словечек. Но главная ее ценность – это прежде всего ее высокая познавательность. Есть много книг, описывающих те или иные приемы работы журналистов и рекламистов, в том числе и тех, что работают в системе интернет. Но очень мало книг, где говорится вполне конкретно, какой должен быть объем статьи для интернет-издания. Как проверить ее по системе антиплагиат, или, скажем, зарабатывать и сколько, путем распространения комментариев на различных сайтах. То есть указан, на что ориентироваться и каким конкретно образом заработать эти деньги. То есть она не принадлежит к типу книг, где вроде бы все красиво расписано, но в конце сделано рекламное объявление. Если вам понравилась эта книга, узнать больше вы можете, записавшись на наш семинар за 40 тысяч рублей. Такого здесь нет. Здесь очень коротко и ясно написано, как, где и чем именно вы сможете зарабатывать на рекламе и текстах в системе интернет. А это, согласитесь, очень важное конкурентное преимущество данного издания. Кроме того, эта книга необычно тем, что научит молодежь читать книги. В них ведь тоже много всего поучительного, особенно если с умом подобрать их к той или иной тематике. Так вот, после каждой главы в этой книге, после практических заданий, рассчитанных уже на самоподготовку, рекомендуются те или иные художественные книги и даже художественные кинофильмы, которые тоже очень многому способны научить, если подумать. Прочтение которых может серьезным образом углубить восприятие, прочитанное в этом пособии материала. Ну вот, например, роман Эмиля Золя «Дамское счастье» – это лучший учебник по рекламе всех времен и народов. Пусть даже когда он его и писал, интернета еще и в помине не было. Интересно, что данная книга еще отвечает на многие злободневные вопросы с сегодняшнего дня, волнующая молодежь и, соответственно, интернет-аудиторию. Не объясняется влияние на общество до сих пор не слишком-то популярного у нас закона Паретта. Подобно рассматривается ментальность россиян и ее корни, а как без знания этого для них писать статьи онлайн и делать эффективную рекламу? И многое другое, что следует знать будущему специалисту в области интернет-журналистики и интернет-рекламы. Ну и, наконец, качество любого учебного пособия во многом зависит от того, кто именно его написал. В данном случае это коллектив авторов, у которых запрещаем многие годы преподавательской работы. В высшей школе по данным специальностям и не только ученые степени доктора и кандидата наук, но и обширный опыт практической работы и ранее изданное учебное пособие, причем не только в России, но и за рубежом, которое совсем не трудно найти сегодня в том же интернете. И также множество статей на самых различных сайтах, то есть авторы пособия пишут в нем о том, что им очень даже хорошо известно. Давайте остановимся на авторах. Шпаковский Вячеслав Олегович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социальной коммуникации Пензенского госуниверситета. Преподаватель дисциплины по PR и рекламе с 1995 года. Автор 36 научных и научно-популярных изданий в СССР, России, Англии, Германии, а также статей в журналах в Австралии, Англии, США, Болгарии, Чехии, Украины, СССР и России. Всего опубликовано больше 2000 статей. Член Союза журналистов Российской Федерации и Международной ассоциации журналистов, член Редколлегии журнал «Наука и техника» и «Мир техники для детей». Второй автор – Егорова Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры философии и социальной коммуникации Пензенского госуниверситета. Преподаватель дисциплины по маркетингу, рекламе и PR с 2006 года. Автор более 40 научных статей, а также коммерческих и некоммерческих проектов по реализации рекламной кампании в сети интернет. Третий – Розенберг Наталья Владимировна, доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии и социальной коммуникации Пензенского госуниверситета. Автор более 150 работ, в том числе и трех монографий. Так, соответственно, этой книгой могут воспользоваться студенты и преподаватели таких специальностей, как журналистика, и связь с общественностью и реклама. То есть, две очень важные и востребованные на сегодняшний день специальности. А в качестве дополнительной литературы – это и менеджмент, и маркетинг, и даже русский язык и литература. Так, вот, смотрите, по данной тематике мы можем еще рекомендовать книгу популярную в нашем издательстве. Называется «Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO от идей до первых клиентов». Ну, вот эта книга уже «Как ввести в свою интернет-страницу», сайт, блог. Ну, как сделать его популярным. Популярным, чтобы он был посещаемым. Так, и вот еще у нас новинка выходит. Вот эта у нас книга очень популярная. Вот, и у нас выходит еще одна по этой смежной тематике. Книга называется «Сеокопирайтинг 2.0. Как писать тексты в эрус семантического поиска». У меня светилось. Многие начинающие веб-мастера и владельцы бизнеса недооценивают силу контента. Казалось бы, и правда, зачем писать уникальные тексты, если в интернете уже есть все, что нужно? Для чего изобретать колесо, если на другом сайте есть подходящий материал? Скопировал его, немедленно подправил, и вуаля. Но такой контент не станет эффективным инструментом для бизнеса. Текст должен решать две задачи. Приводить трафик посетителей и продавать. 22 августа 2017 года Яндекс запустил новый алгоритм. Называется «Королев». Поиск стал умнее. Научился неплохо понимать саму суть и смысл текста. Эра текстов ради поисковиков, ради технического вписывания ключевых слов официально подошла к концу. И приемы со слепым копированием информации из различных источников больше не работают. На смену SEO копирайтингу пришел LSI копирайтинг. Эта книга поможет вам создать эффективный продающий текст для сайта с нуля. В ней авторы делятся секретами, которые накопили за 8-летний опыт в копирайтинге и SEO в одной из ведущих компаний на российском рынке по продвижению сайтов. И поскольку одной теорией «сыть не будешь», вас ждут наглядные примеры из практики, советы и рекомендации от специалистов. Все разбирается на совершенно обычных и живых сайтах. Можно назвать пять причин, в чем стоит прочитать эту книгу. Максимум наглядных примеров. На уровне «правильно» и «неправильно». Никакой воды, только конкретика. Книга написана простым языком, который поймет даже обычный обыватель. Потом интересные фишки и советы по поиску вдохновения. И актуальная информация, какие примеры будут работать завтра, послезавтра и после-послезавтра. Из книги вы узнаете, что такое LSI копирайтинг и почему он пришел на смену SEO копирайтингу. Что такое USP, как избежать пессимизации сайта из-за проблем с добавочной ценностью. Как продавать больше и дороже, чем конкуренты. Что такое STA и как оно поможет загипнотизировать пользователя. Сколько ключевых слов использовать на странице и как правильно это делать. Как посчитать кеи и зачем. Как текст может привести к санкциям поисковиков. Что делать, чтобы этого не допустить. И многое другое. Авторы постарались сделать книгу максимально полезной как для новичков, так и для профессионалов. Книга будет интересна владельцам сайтов, копирайтерам, интернет-маркетологам, SEO-специалистам и интернет-журналистам. Почему я вам анонсирую данную книгу? У каждого ВУЗа есть библиотеки. У ВУЗа и библиотеки есть сайт. И соответственно все хотят, чтобы сайт посещал как можно больше пользователей. ВУЗ привлекает абитуриентов для поступления. ВУЗа проводится множество различных коммерческих курсов. И вот для повышения коммерческой эффективности ВУЗа и библиотеки Вот такие книги обязательно нужны. Так, ну что еще у нас? Давайте еще вот у нас есть книга по нефтегазу. Называется «Внутридомовое газовое оборудование». Тоже очень популярная, автор известен. Так, значит, книга называется «Внутридомовое газовое оборудование». Автор Твершилович. Предназначенная книга для слушателей, получающих среднее профессиональное образование по специальности монтаж, эксплуатации оборудования, систем, газоснабжения. И высшее профессиональное образование по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Ну, тут коротко, значит, основные преимущества этой книги. Значит, в книге широко представлено газовое оборудование, которое эксплуатируется повсеместно. В том числе дана очень подробная информация по современному оборудованию, настельным котлан и колонкам иностранного производства. Представлены основные типы популярного газового оборудования, изучение которого позволит понять принципы устройства и работы различных аппаратов, научить молодого специалиста анализировать признаки неисправности и находить способы их устранения. На основе практического опыта автора проведен анализ недавно вышедших нормативных документов, регламентирующих проектирование, строительство и эксплуатацию внутридомового газового оборудования. Значит, были проанализированы реальные несчастные случаи, произошедшие в быту, и по их результатам даны рекомендации по безопасности внутридомового газового оборудования. После каждого раздела книги даны контрольные вопросы, позволяющие использовать издание для самостоятельного изучения. Таковы основные тезисы и по достоинствам книги. Еще можно добавить, что в настоящее время это самое подробное издание, посвященное данной тематике. Я думаю, и все из новинок. То есть, может быть, какие-то вопросы. Если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Так, что-то вопросов нет. Какое отношение ваше издательство имеет к издательскому дому инфраэм? Ну да, у нас названия немножко схожие. Но на самом деле, некого отношения не имеет отношения к инфраэм. На первоначальном этапе, когда мы только начинаем работать, инфраэм была нашим дистрибьютором. Мы книги только им добавили. Ну, потом мы расширили ассортимент. Начали уже полностью независимо работать. Так что никакого отношения к инфраэм мы не имеем. Так, вот еще вижу вопрос. По военной технике, какие книги посоветуете? По военной технике у нас книг немного. Ну, вот есть новинка одна. Смотрите, открою. Очень любопытная. Значит, это тоже двухтомник. Тоже она сказала, что фундаментальное издание. Называется «Введение в ракетно-космическую технику». Большого объема, около тысячи страниц. Значит, книга вот только выходит. Ну, и в скором времени появится в университетской библиотеке онлайн. Потому что если у кого-то есть специальности, да, вот связанные с ракетной космической техникой, можно на нее сделать подписку. Так, ну, еще по военной технике. У нас вот монография есть. А вот по космосу еще вот есть книга. «Космические услуги. Экономика и управление». Ну, такая редкая тематика, вот экономика в космических услугах. Ну, вот для кого космос тоже развивается, не стоит на месте. Возможно, что коммерция в космосе скоро будет очень даже востребована. Так, вот еще у нас есть «Стратегическое оружие будущего». Книга. Ну, вот здесь про ракеты, видимо, «Воздух и земля». Если вот, что можно сказать, ну, автор развивает идею размещения ракет, данных ракет на пассажирских авиалайнерах, на транспортных авиалайнерах. Какая-то уже такая тема интересная. Ну, я вам даже назвал «Научно популярным». Вот, ее можно почитать для широкого округа читателей. Вот, да. И есть еще одна монография по ракетным двигателям. Название очень сложное. «Работоспособность воспламенительного устройства крупногабаритного ракетного двигателя, твердотопливного, с позиции теории критической ситуации». Вот, книга толстая, видимо, для вот узких специалистов и вот для тех, кто интересуется ракетным двигателем, вот очень даже любопытная. Ну, скорее всего, для предприятий, да, вот, которые занимаются ракетостроением, ракетным двигателем. Наверное, вызовет какой-то интерес. Так, да, и больше у нас, наверное, по военной технике ничего так и нет. Так, интересует книги по геодезии. По геодезии. Вот, кстати, по геодезии у нас есть серия книг. Ну, она у нас вышла не летом, в начале года. Ну, все книги новые. Давайте я хоть вам название зачитаю. Загружу. Так, это, значит, во-первых, прикладная геодезия известного автора Авакяна Вячеслава Авакяна. Так. Значит, автор преподает в Московском университете о геодезии и картографии, опубликовал 45 научных трудов, из которых 5 учебных пособий по прикладной геодезии на русском, значит, 3 на французском и 2 на армянском языках. Значит, имеет 4 изобретения в области светодальномерной техники. Вот. Значит, данная книга очень популярная. В общем, и по объему большая. Ее, вот, кто геодезией интересуется, всем рекомендую. Так, еще что-то. Так, вот еще книга. Ну, это поменьше. Основы геодезии топография местности. Так, это Кузнецова. Вот он 2 книги выпустил у нас. Еще инженерная геодезия. Далее, еще по геодезии. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства. Ну, это данная книга, вот, по-моему, больше практическая направленность. Так. Вот еще книга. Геодезическое обеспечение строительства. Так, вот тоже известный автор Михайлов. Из Калининграда. У него наподобие книги о океана. Объема немножко поменьше. Тоже книга новая. Так, и вот еще одна. Михайлов. Инженерная геодезия. Вопросы и ответы. Да, ну, данная книга, по-моему, в прошлом году вышла. А, вот. А так вообще для молодых специалистов, которые только интересуются геодезией. Вот. Еще книга у нас. Геодезия – это очень просто. Ведение в специальность. Да, это вот для молодых людей, кто хочет поступать, да, на городской кадастр. Вот она вызовет интерес. Значит, автор, вот тут тоже интересно, живет в Израиле, как бы, зарубежные специалисты. Так. Значит, по геодезии это у нас все. Так. Есть ли книги про женское предпринимательство? Ну, вот. Дело в литературе у нас, конечно, немного. Да, вот. Про женское предпринимательство, к сожалению, ничего не можем вам предложить. Так. Ну, вроде вопросов больше нет, это у меня все. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Кирилла Николаевича за интересные сообщения о книгах. Я смотрю наш вебинар, он ближе к концу раскочегарился, и все больше и больше интереса было. спасибо вам за вопросы, которые вы задавали. Я думаю, что Кирилл ответил на них полностью и очень подробно. Я благодарю спикера, благодарю всех пришедших к нам. Встретимся на новых вебинарах. До новых встреч. Да, и вам всем спасибо. До свидания. Да, до свидания. До новых встреч. Ребята. Субтитры сделал DimaTorzok